Привет, дружочки-пирожочки! Целая коробка повелителей саванны, игрушек в пакетиках от СБАБАМ. Мы сегодня будем смотреть и распаковывать эту всю, я надеюсь, коллекцию. Коллекция вот так называется, если не знать, что это повелители саванны. Это новые игрушки-антистресс, и давайте их... давайте их все посмотрим. Ух, вот эта гора у меня будет сейчас повелителей саванны. Вот такие вот игрушки, вы знаете, в пакетиках. Сюрприз, смотрите, сколько! Просто гора! Какая классная штука, красота! Какая красота! О, вот такие вот. Значит, это антистресс игрушки, это от СБАБАМ, значит, будет весело, прикольно, познавательно. Там будут какие-нибудь буклетики, какие-нибудь все, всякие штучки-приколючки. Вот, если вы про эти серии хотите больше узнать без меня или просто уже не терпится, то ссылки будут в описании, а мы начинаем распаковку. Итак, давайте посмотрим, кто же сегодня попадется. Пока очень большие пакетики. Нас тут ждут как знакомые персонажи, так и какие-то новые. И тут будут суперфункции и всякое такое. Нарисован здесь у нас царь зверей, лев, вот, а также черная пантера. Пантера, это же у нас черный леопард, да, если я не ошибаюсь? И носорог. Вот такие вот три главных чувака. Мы открываем и смотрим, что там. Итак, для начала буклетик. О, мне попадается африканский слон. Африканский слон. Ну вот, тут нарисована вся коллекция, можно посмотреть. Светится кто в темноте. В темноте светятся крокодил и бегемот. Также здесь есть кобра, всякие другие чуваки. В воде горячей, в воде горячей. И кто-то еще должен, по-моему, менять цвет на солнце. Ну, сейчас разберемся. Так, открываем, давайте посмотрим на слона. Слон у нас ничего не делает, просто должен быть... Ути, какой симпатяшка! Вы посмотрите, какой он! Вау! Даже, смотрите, розовые ушки его видны. Давайте я вам чуть-чуть... Опа! Свет сейчас скорректирую. Вот так картиночка вам будет получше. Смотрите, какой слон. Ну, конечно, это безопасные игрушки. Это резиновые. Надо понимать, что все эти резиновые игрушки, они антистресс, они внутри наполнены шариками. В данном случае вот этот вот. Его можно мякать, жмякать. Он запасил очень смешной слон. Его можно брать с собой куда-нибудь. Можно играться в песочнице, в земле, в воде, в траве. И везде ничего не будет ему. Но и прикольно еще познавать мир. У меня тут все валится. Много игрушек. Сейчас еще приходится разбираться. Очень. Короче, это слон, которого можно оттаскать за уши. Я типа... А он такой на вас может... А вы на него можете... И потянуть его за хобот. Допустим. Следующий. Кто? Слон есть. В следующей коллекции это попадается гиена. О! Это когда вечером возвращаешься с какой-нибудь вечеринки домой. И там перед подъездом в неблагополучном районе сидит вот эта вот Лена. А, нет. Гиена. Гиена. Она просто так выглядит. Слушайте, прикольно. У них текстура такая. Плотненькие такие. Здесь даже расцветочка. Гиена. А, пасть открывает. Можно запихнуть пасть в гиене. Палец. И она такая... Гиена может... Короче, гиена тоже классная. Мне нравится. Дальше кто? Гиена. Вот этот вот пухляк. Открываем, конечно же. Друзья мои, обязательно, друзья мои, прижимайте, друзья мои, лайки. Чтобы побольше видеть распаковочек. О! Это Баффало. Подождите, Баффало. Это Буйвол, по-моему, да? Ба. Ба. Да. Ба. Да, Буйвол. Баффало Буйвол. Баффало Буйвол. О, какой. Я не видел, что здесь такие красивые картинки. В буклетиках можно посмотреть. Вот так. Итак, фотография на паспорт. Такая в жизни. О, да. Это наш знакомый. Классный. Я обожаю такого Буйвола. Буйвол просто очаровашка. Посмотрите на него. Какие ноздрики. Какой он пухляш. Мне кажется, это Буйвол, который больше, чем слон. Баффало. Туча, туча, туча. Буф. Буф. Туча, туча, туча. Буф. И такая гиена. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. смотрите какой а уж или вы в тиграх не выступают ну или вот как-то так было в этом выражении прикольно они такие стали какие-то вот новые другие мне кажется мне может быть ошибаюсь но материал я изменился приятнее еще стал на ощупь текстура появилась намного лучше такая грива прям четенькая смотрите какая она прям пожар огонь класс шоколадочка какая-то и лев такой зубастый но при этом можете смотреть и сделать что хоба не нравится обожаю это дело кто-то о носорог на старуху крок-крок идет а у меня что-то делает да или нет это бегемот крокодил они это да нет что что да это бегемот и крокодил а носорог носорог просто белоснежный он должен что-то да светиться может темноте сейчас посмотрим во первых у него другой наполнитель друзья придет здесь еще больше свет приезжать чтобы вы увидели белос не он просто настолько белоснежный что он не засвечивает все это это ну вот вот нормально же видно понимаете а это посмотрите кого белоснежный невероятно классный вот а еще в нем внутри орбизы то есть он редкий как приятно приятно из-за того что новое очевидно ну или то поменяли плотность этой резины толщину может быть не знаю что но что-то изменилось вот прям стало классно очень здорово модно молодежно вот такой носорог белый носорог они существуют вообще есть картинка мне кажется это просто он такой у нас белый просто тетя ася приехала кто знает отсылка о красавчик его вообще прям очень похож этот насорожен насорожен но ничего не делать нет просто очень красивый белый ну ладно так откладываем его какие-то из них меняют цвет в воде какие-то из них светит а ну да все собственно чё еще на солнце по моему ну солнца его не дождешься о вот я и говорил светишься сказал светишься и вот он засветился здравствуй солнышко вспомнишь лучики вот и солнышко или наоборот вспомнишь лучики вот он вот и солнышко то же самое сказал вспомнишь солнышко вот и внучки что ладно неважно вот этот вот это дядя вот этот дядя пообедать пришел нормальный такой деловой мэн такой хоба рот открывает такой типа ты чё зевна зевай 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 у меня заразил зевать бегемот ставь лайк если ты тоже зевнул из-за бегемота зевающего ну это же невозможно три бегемота вы они будут так вечно зевать это если они будут смотреть друг друга зевать один зевнул один от второго 2 3 и они вот могут бесконечную зевотную петлю попасть петлю зевотного времени какие зубки классные стали вообще посмотрите посмотрите какой красавчик какой красавчик классный же так стресс если ты точно сниму потому что это антистресс точно можно снять стресс можно стресс снять точно у этого я не видел такого ни разу ни в одной из коллекций не видел дело в том что некоторые игрушки вы могли заметить могут повторяться потому что это типа лучшие игрушки переходят с коллекции в коллекцию, типа хищники, допустим, могут приходить во другую коллекцию с хищниками. Потом коллекция новая выходит, она объединяется. Не добрали в прошлый раз хищников или каких-нибудь чуваков. Вот не было у вас льва из коллекции, вот здесь можно получить льва. И ещё плюс вот классного Хакуна Матата Я, кстати, посмотрел фильм, и мне фильм не понравился. Это выглядело стрёмно, когда они говорили в фильме, и в мультике это просто были шикарные. Вот. Он больше похож на мультяшного. Тимон и Пумба. Пумба. Не называй его толстым, главное. Он... О, вот он не толстый. Да-да-да, Пумба, всё хорошо. У тебя нет никаких бородавок, всё прекрасно. Бородавочник. Кабанчик. Бородавочник такой. Можно, смотрите, быки. Тики-тики-тики. Бузикой ему почесать. Почему бы и нет? Так, мы заходим уже на финальную стадию нашу. А, нет, ничего себе. Тут такая коллекция обширная. Тут просто открывать, распаковывать и распаковывать. Пантера, чёрная пантера, чёрная пантера, чёрная пантера, панамера. О, смотрите. Щёчки. Ты бабушкин пирожочек. У-у-у-у-у-у. Кто такой приехал? Чёрная пантера приехала к бабушке. Вот. Если она приехала к бабушке, то она примерно, мне кажется, вот так бы уезжала. Вот так бы уезжала. Вместо только этого была бы здесь голова чёрной пантеры такая. А я... Подождите. Подождите, у меня конверсия. Конверсия. Чёрная пантера. О, такая. Ой, от бабушки. Вот такая вот чёрная пантера. А так она может просто с ними... Обожаю. Битва. Мы же не устраивали битвы. Сейчас устрою. Подождите, сейчас. Побольше распакуем. Распаковка. Специально для вас. Ацбабам. Вся коллекция. Прямо сейчас. Кто это? Крокодилаус. Крокодил. Эээ. Крокодил. Эээ. Да. Повелитель садный. Крокодил. Крокодил, дил, дил. Пришёл. Крокодил, крик, дил. Зашёл. Крокодил. Дил, дил, дил. Крака, крака, крокодил. Еээ. Немножечко кринж-кринж-песнин вам, пожалуйста, в ленту. Но вы знаете, чему хочется сделать крокодил? Он же тянучка, антистресс. Отбивную. Берёте себе пенный лимонадик и к нему одного крокодилчика. Опа. Хопа. Хопа. Вот так вот. На самом деле тоже прикольнее. Купаться можно с этими. Вот, например, может крокодил, и он может утащить буйвола. Вы видели? Там приходят на водопой буйволы. Если что, познавайте мир. А они приходят, крокодил такой. Видите, я тут мимо просто проплывал. А это такой. Водичка. О, я на спорте, ЗОЖ. Мне надо пить три с половиной цистерны воды каждый день. Водичка. И он такой. Ту-ту-ту. Ну да, человек, вы тут мимо проходили. Хопа-на. А можно добавки? Вот такой вот у нас крокодил. Он светится в темноте, мы его проверим. Это у нас... Кто там? О-о-о-о. Это я радуюсь, когда приходит посылка мне. Вот с бабам. Я такой... Это чисто я. Вот одно лицо. Просто, если что, вы прямо меня не узнали. Вот. Но это уже не я. Это уже не я. Это бывает кассирша в магазине, которая не принимает рублемелочью. Не ставящего, я так сказал, простите. Змея! О, это вот змея. Они такие жирные, жирненькие, такие упитанные змеи. О! Тут тоже орбиз. Или тут что-то? Да, черные орбизы. Черные, к тому же, орбизы. Да, вот еще одна редкость. Редкая. Вот такая вот змеюка. Не подколодная, конечно, но кобра такая она. Царица змей. Можно напугать кого-нибудь. Кому-нибудь можно поприкалываться, что-нибудь сделать, какие-нибудь приколюхи с коброй. Это из-за язычок можно ее потянуть. Зубки можно. Это первая кобра, которая вас укусит, если. Но не надо так доверять остальным кобрам. С ними не все так просто. С остальными кобрами. Следующее. Открываем. Кто это? О! Братец! А я такого не видел. Это... Этот же... Павиан, да? Нет? Да, как он правильно называется? О! О! Почему-то вот здесь недостоверно сделали. Должна быть краснющая такая у него пятая точка. Если вы когда-нибудь видели этого чувака, это один из самых опасных обезьяночей. Это один из самых стремных чуваков. Посмотрите, какая у него фиолетовая мордень. Но у него зубы, клыки, он суперсильный, супербыстрый, агрессивный просто. Я помню, когда ездил в детстве в каком-то соповеднике, по-моему, Сухумский, да? Если я не ошибаюсь, там были такие. И вообще, они стрёмные, конечно, чуваки, но классные. Вот только из-за какого-нибудь соповедника посмотреть на них вот такие вот вживую. Это не та обезьянка, с которой хочется поиграть, там, сфотографироваться в цирке. Я вообще не понимаю кайфуха этого. Хотя у меня тоже есть такая фотография. У кого они... У кого её такой нету? Практически у всех. Вот, но мне было стрёмно с этими мартышками. А этот классный. Так, и кто тут ещё? И кто тут ещё? Просто она нескончаемая коллекция. Это другая змейка. Вот такая, питон. Это же питон. Это же питон. Как ты мог не узнать питона? Питон, Ильч. Это тоже вот такие змеи здесь. Знаете, бывают тоненькие змейки, а это змеи-жирницы. Вот здесь уже другая. Здесь уже шарики опять. Вот эти вот. А при этом, как бы, концепция одна. Видите, вот они такие прям. Змеи-пухляши классные. Очень-очень-очень-очень классные. Просто приятно с такими играть, с таких же мякоть, мякоть, с такими веселиться, развлекаться. И последний у нас на сегодня пакет. Не забывайте, что ссылочки в описании. Найти такую коллекцию «Повелители Саванны» можно в киосках печати, в сети магазинах «Магнит», а также по ссылочке на «Вайлдерс и Озон» внизу в описании. Вас баба мне прислали. Я с удовольствием распаковываю. Я знаю, что у меня на канале есть миллионный ролик с распаковкой. И есть зрители наверняка, которые посмотрели и хотят еще. И вот еще. Мы открываем сюрпризные пакетики. Жмякаем, мякаем, играем. Вся красота. Здесь вот смотрим на «Повелителей Саванны». И у нас здесь под финалочку это его... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Приятель... Вот ж кто... Ой, подождите, сейчас. Ха-ха-ха. Это... Нет слов, а не эмоции. Кто ещё, как не повелители саванны, отзабабам, могут так поднять настроение? У меня тут целая коллекция просто шикарнейших игрушек-антистрессов. Стресс сняли, настроение подняли, развлекли познавательно. Вспомнил воспоминания про детство, про вообще всё. Хочется поиграть, прикалываться, можно взять сына, пойду поиграю. Сейчас возьмём, будем кидаться ими там на улице. Ничего, потом помыли под водой и опять пошли играться. Вообще классно. Так, ну а у нас задача посмотреть, кто что умеет. Для начала, как светится в темноте, в полной темноте. Я, о-хо, слышите, какой эффект? Вы дайте где? Вот, и посмотрите. О, крокодил. Магически волшебный крокодил, светящийся в темноте. Хорошо, зарядите, на солнышко положите, на окошечко где-нибудь. Или, если у вас специально есть фонарик ультрафиолетовый, очень быстро зарядит. И светящийся в темноте бегемот. Причём, смотрите, пасть не светится, а он сам какой. Вау. Вот такие вот светящиеся в темноте, ребятки. Теперь пойдём купать. Теперь вот возьмём горячую воду. Ну, у меня вообще кипяток, конечно, но вы можете из-под крана налить. И посмотреть, как поменяет питон. О, он зелёный становится, смотрите. Он зеленеет. Он, да, он позеленел весь. Был такой чёрный, такой практически, а стал зелёный. А теперь, ну, знаете, кто ещё меняет? Та-дам! Наш герой сегодняшний. Интересно, как он поменяет цвет, в какой цвет. Что-то не меняет. Ну, вот наш герой не хочет менять цвет. Может, он должен светиться на солнце или что-то ещё. Но питончик точно меняет. Вот, стал зелёным. Ну, вот мы всех посмотрели. Пишите, кто ваш любимчик. Обязательно в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока. Что у нас битва? Слона с тигром. И он такой, хоба. Его такой, через бедро. Пам! Тигр такой, ты чё? Кусь тебя за попец. И он такой, ты чё? На, получи лапешника. И он такой, кусни вот это. Он такой, прам-прам-прам-прам-прам. И тут приходит такой, ребята. И они такие, ха-ха-ха. Ой, я не могу. Пойдём, 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 пойдём ещё расскажем. Пойдём, расскажем. Пойдём этому Тимону расскажем вообще. Что такое? Почему со мной никто не дружит? А-а-а!